Полторы сотни человек в столице пытаются получить свои деньги за проделанную работу. Все они военно обязаны. На время режима ЧП их призвали на специальные сборы. Молодые люди несли службу на блокпостах и принимали участие в дезинфекции мегаполиса. Тем временем в Акимате причин для паники не видят. Там заявили, что деньги на счета поступят уже сегодня. Андрей Деменок о том, сколько ждать обещанного. Весь последний месяц лица этих молодых людей не сходили с экранов телевизоров. Только чаще всего скрыты они были за плотными масками. Причем вовсе не медицинскими. Сегодня они снова собрались вместе, надеясь получить обещанные деньги за проделанную работу. Я не знаю об этом. Они ссылаются, я не знаю куда. Все не знают, никто не отвечает. В начале апреля в столице на специальные сборы призвали 150 человек. Причем все они отправились проходить службу добровольно. Предварительно прошли медицинское обследование и собрали увесистый пакет документов. Это договор о возмездном оказании услуг. Ну как бы у заказчика, как будто нас заказали. То есть мы исполнили свою работу. Но я увидел число. То есть число здесь 29 апреля 2020 года. То есть они уже смесят службы, они только начали делать эти договора. За прохождение спецсборов работающим военнообязанным обещали зарплату в размере среднегодовой. А неработающим полагалась минимальная выплата в 42,5 тысячи тенге. Самое главное, допустим, наша миссия была, да, помощь народу, да, в тяжелое время. Ну просто должно быть как-то, наверное, справедливость какая-то, да. В Акимате ситуацию призывают не драматизировать. По их словам, с большей частью военнообязанных договоры уже заключены. А значит, деньги они получат в самое ближайшее время. 116 человек получат уже непосредственно сегодня? Да. У нас банки работают среднегодно? Уже, скорее всего, они уже были переполучили. То есть, в принципе, до момента эфира, если он в 8 часов, мы можем, в принципе, удостовериться, позвонить и проверить, получат ли людей. Ну, это ваше право. Еще такой момент. Почему договора заключаются датой 29 апреля, если не ошибаюсь? Ну, как вы понимаете, что в период ЧП, все те призывники, которые призывались, они, из них есть больше половины сотрудники, рабочие, которые находятся на работе. То есть, штатные сотрудники, которые были призваны. Ихние работы во время ЧП были, сами поняли, направлены на удаленку. Говоря простым языком, договоры не заключили сразу из-за отсутствия некоторых документов у военнообязанных. Их они предоставили позже. Что же касается обещанных выплат, к моменту выхода этого новостного материала в эфир, на счета молодых людей деньги так и не поступили. Андрей Деменок, Ирбол Даиров, Друга Лима Мурбаев, Хабар, 24.